привет меня зовут павел белинский я автор канала чат рулетка белинского я очень часто провожу живые стримы куда может зайти каждый посмотреть и на сегодняшнем стриме к сегодняшнему стриму был оставлен очень интересный комментарий на который я честно говоря просто устал отвечать таким образом я решил записать видео ответ таким образом будет удобно и другим людям посмотреть и самому автору наверное будет гораздо комфортнее меня посмотреть как говорится увидеть меня в лицо и что я при этом говорю вот собственно я данному автору предложил если у него есть действительно веские аргументы интересные вопросы и вообще возможности со мной пообщаться это не составляет никакого труда по достаточно сложным вопросам вы можете со мной абсолютно свободно связаться по skype заблаговременно либо написать комментарий под роликом либо написать мне личку вконтакте и собственно мы обменяемся skype мы пообщаемся в прямом эфире или в записи никаких вопросов и так давайте посмотрим вот мой сегодняшний стрим чат рулетка белинского наконец-то дневной наконец-то присоединяйтесь собственно к нему и комментарий я хочу дать подробный ответ по каждой ситуации и по всем вариантам о которых стоит поговорить как по-моему на что мне хотелось бы дать свой комментарий итак давайте прочтем первое я сразу я сначала зачитаю свои ответы и собственно прокомментирую это так как я считаю нужно и так первое первое скажем так предложение выращивание ребенка как овощи но господи это дело каждого обучать ребенка на игре игре на музыкальных инструментах или нет конечно учить иностранный язык еще формирование речи у ребенка отлично даже у самого это записано на будущее но эта фраза уже и оба на вообще-то не в тему и так ну и собственно возложив ребенка все необходимую так и так давайте-ка я собственно прокомментирую давайте начнем выращивание ребенка как овощи так вот воспитывание ребенка и выращивание отличается тем что при воспитании ребенка вы обладаете правильно данными как преподавателя то есть вы будете его воспитывать вы будете прививать ему какие-либо знания умения и самое главное информацию важную для него и для него в будущем таким образом вы являетесь частично педагогом да и собственно любой родитель обязан быть педагогом таким образом вы читаете правильную литературу учитесь правильно понимать ребенка потому что ребенок во многом сначала просто скажем так человек без скажем как это человек общающийся на уровне рефлексов таким образом вы должны понимать как это все работает что если ребенок ведет себя подобным образом значит это определенным образом блин я не хочу нарезать это видео короче пусть будет как будет если ребенок ведет себя определенным образом значит это означает определенную информацию и в эту информацию должны правильно расшифровать а для того чтобы ее расшифровать вы должны заручиться информации полученные от различного рода научных деятелей докторов наук и так далее психологов преподавателей которые потратили на это всю свою жизнь и которые к себе аккумулировали еще и знания нескольких тысяч других преподавателей психологов и других людей которые занимались расшифровкой данной работы ну то есть они расшифровали как почему ребенок ведет себя так и как себя нужно вести с этим но не только расшифровка также и план действий таким образом вы прочитывая нужное количество информации становитесь неким преподавателем и после чего вы сможете воспитать своего ребенка они просто вырастить вырастить ребенка это когда вы работаете вместе с женой на двух работах для того чтобы обеспечить себя и этого ребенка когда и либо вы работаете откидывать этого ребенка на бабушку на бабушка якобы воспитывает ребенка да только по технологии которая была в нее заложены еще чуть ли не сто лет назад а может быть и 150 лет назад она больше не актуально многие бабушки многие женщины пожилого или престарелого возраста уже давно не понимают как работает этот мир они совершенно не хотят заниматься самообразованием и более того они совершенно не понимают как устроен этот мир а в ребенка нужно вкладывать информацию которая актуальна то есть для того чтобы ребенок через несколько лет мог спокойно жить в данном социуме а социум меняется достаточно быстро и то что было актуально еще 20 лет назад не актуальны теперь если мы если я еще в своем даже детстве зацепилась что такое бобины и что такое кассеты то сейчас ребенок просто помотает пальцем у виска и скажет и чё дядя дурак ты ты чем не даешь что это за пластмассинка типа что и что мне с этим делать это типа бумеранг что ли такой вы поймите что образование и преподавание это очень сложно и нужно себя готовить не только учиться преподавать но также и себя подготовить к тому чтобы научиться преподавать это долго и проблематично более того я сразу предрешу несколько вопросов в нормальных развитых странах сначала люди думают о том чтобы родить ребенка затем они вместе вдвоем или втроем сколько их там не знаю какая семья нормальные страны я привожу в пример финляндию швецию или норвегию это развитые страны одни самых развитых в мире сначала двое людей работают на счет в банке для того чтобы им хватало денег для того чтобы воспитать этого ребенка после чего после чего они строят отдельную комнату в своем доме либо подготавливает ее они делают там правильный ремонт они покупают необходимые кроватки необходимое необходимые вещи для ребенка на первое время и так далее после чего уже они задумываются о том чтобы завести ребенка они сначала сделают все для того чтобы родить ребенка а потом зачинают лишь ребенка то есть они не делают так как у нас сначала родят а потом думают господи а как его накормить господи а как его воспитывать нет друзья нормальные правильные и умные люди подходят к этому вопросу правильно и с умом сначала они занимаются самообразованием зачем затем они читают литературу как подготовить себя к тому чтобы завести ребенка потом читать литературу о том как воспитывать детей потом делают все о чем я рассказал ранее и только тогда заводят детей вот так это происходит вот так это должно быть правильно вот так ребенок вырастает полноценным они овощем которого просто кинули кинули в него кусок хлеба ну ладно хавай ребенок горит я хочу конфет а ты говоришь у меня нет на это денег ребенок я хочу игрушку типа это нормально для ребенка ребенку нужно играть во что-то ты говоришь у меня нет на это денег типа камон вы 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 типа и чё и ребенок таким образом вот так как вот данный комментатор который рассказывает что музыкальную школу его отдали лишь в 10 лет о том что несколько языков он знает только сейчас то есть все уже потеряно данную информацию в ребенка можно вкладывать самого маленького возраста до трех лет в него можно заложить такое количество информации которым ребенок будет пользоваться человек уже в будущем который будет пользоваться информацией на уровне рефлексов вы заложите в ребенка информацию в длительную память так что потом он будет ей пользоваться просто потому что на ее знает он не знает откуда он знает он даже не подозревает об этой информации а правильные родители уже побеспокоились о том чтобы у ребенка с этим проблем не было для того чтобы ребенок начал изучать вторые языки не в школе или ребенок не начал начинать играть на музыкальных инструментах только 18 лет только потому что он начал работать и сможет теперь позволить себе данный музыкальный инструмент нет они позаботились об этом заблаговременно таким образом у ребенка появляется такой классный базис который просто помогает ему в жизни вот так должны вести себя настоящие родители не просто какие-то любители выращивать кактусы нет родить ребенка не сложно изучать его тоже не сложно поймите а а вот сделать из него настоящего человека достойную личность вот это изменить меня крайне проблематично собственно как я это и прокомментировал еще раз выращивание ребенка как овощи ну господи нет выращивание ребенка как овощи ну господи это дело каждого обучать ребенка игре на музыкальных инструментах или нет конечно учить музыку иностранный язык еще сформирование речи у ребенка отлично даже у самого это записано на будущее но эта фраза уже вообще не в тему да как не в тему я аргументировал почему это в тему вложив ребенка всю необходимую информацию до 3-4 лет вы наделяете его знаниями которые у него хранятся на подсознании в области длительной памяти и он пользуется ей тогда когда он хочет потому что вы позаботились об этом заранее многому можно научиться для этого не обязательно начинать изучать все что можно с трех лет это бред а я говорю о том что до трех лет в ребенка можно вложить всю необходимую информацию заблаговременно это бред лично для меня конечно бред конечно бред можно а нужно ли если позаботившись заблаговременно ваши родители решили бы эту проблему вам не пришлось бы задавать эти вопросы если бы родители действительно заблаговременно позаботились бы об этой вещи если родители заблаговременно подготовили бы деньги действительно родители задумались о тот город или тот поселок или тот населенный пункт в котором они живут, сможет ли дать нужное количество знаний, информации и возможностей ребенку, чтобы он вырос полноценным. Но эта фраза уже вообще не в тему. Молодой человек, пожалуйста, начните читать книги по воспитанию детей. И после прочтения их вернитесь к этой фразе и переосмыслите. Если вы прочтете самые стандартные, самые главные, самые основные книги, по которым преподают воспитание детей в Корее, в Южной, в Японии, например, в России, например, вы обалдеете, что на самом деле у вас отпадет необходимость задавать данные вопросы, тем более какому-то человеку в интернете, вы сами поймете, что заданные вами вопросы глупы и не имеют под собой никакого базиса, вообще абсолютно никакой почвы. Меня родители не учили другим языкам, и это прискорбно, это грустно. Записали в музыкальную школу только в 10 лет, и я не могу назвать себя овощем. Так а вы не сможете назвать себя овощем? Все уже потеряно. Вы же не можете сказать, что, блин, меня плохо воспитали, блин, родить меня обратно, блин, я хочу по-другому. Нет. Поймите, вы не сможете себя назвать овощем никоим образом, а вот я могу себя назвать. Я могу сказать, что в меня не вложили достаточно, что я мог бы получить. И я признаю, я абсолютно признаю, что мои родители совершенно не постарались о том, в каких условиях я буду расти и как заниматься мной. Серьезно, это так? И я совершенно, совершенно никоим образом не поддерживаю тот факт, что дети там 6-5 лет ходят, собирают бутылки и сдают их для того, чтобы набрать себе на еду. Я абсолютно полностью поддерживаю образование в Норвегии, где дети учатся до 22-24 лет. И это нормально, поймите. У человека есть нормальное грамотное детство. Институты всего мира рассчитывают на то, что родители должны заботиться о воспитании детей до 23 лет. Поймите, это только в России и в крайне низкоразвитых странах, и странах третьего мира такая проблема, что дети с 5 летом ходят, воруют цвет мед, сдают бутылки или работают где-нибудь. Проблема эта не целой страны, а в принципе отдельно родителей. Страна здесь тоже виновата. Ну камон, ребят, вы чё? Ещё раз повторяю, в нормальных странах и нормальные родители задумываются о том. Если бы вы посмотрите этот стрим, то вы увидите парнишку, крайне молодого, у которого родители занимаются бизнесом. Мама юрист, папа продаёт аккумулятор, у него несколько точек. И даже если родители не позаботились о том, чтобы этот ребёнок горел на нескольких языках, играл на нескольких музыкальных инструментах, или занимался скорочтением, или умел уже рисовать в 5 лет уже с 2-3 или 5-точечной перспективой, со самым сложным возможным освещением, и работал с идеальной просто динамическим диапазоном цветовым, эти люди хотя бы позаботились о том, чтобы у этого пацана было наследство. Вы понимаете, они ему могут дать вагон, просто вагонящая информация. И он уже работает в магазине, понимаете? И я уверен, что у него будет всё норм. Потому что родители позаботились. И это норма. Это как бы... Это да. Ну типа, да, ладно, они про это самого ли момент его воспитания. Но чёрт подери, зато у него есть наследство. Он точно не умрёт с голода. Интересно, а у вас есть наследство? У вас есть что-нибудь, чем вас могут обеспечить? Ну типа, помочь вам в дальнейшем? Хорош, правда, вопрос? Кстати, да, меня тоже в музыкальную школу отдали достаточно поздно. Достаточно поздно. И это во многом определяется тем, что у моих родителей просто не было денег. Серьёзно. Даже те небольшие деньги, они тоже очень сильно били по карману. И я не получил должного образования именно поэтому. Ну ещё, конечно, потому, что я рос в малюсеньком посёлочке с населением в 3,5 тысячи человек, где музыкальная школа появилась недавно, после моего рождения. И скажем так, что когда я в неё пошёл, она как раз-таки пришла в порядок. Собственно, я привожу свой пример, что я начал заниматься музыкой в 18, потому что смог заработать на это. И это факт. Я уже полноценно работал. Я вообще работаю с 11 лет. Вот. Но как бы там, где то там, то здесь. В 18 лет я действительно смог себе позволить купить электрогитару, там, педальку, комбик и так далее. И, собственно, началось моё занятие музыкой. И по сегодняшний день я и занимаюсь. Тем или иным образом. И, собственно, я привожу тот самый пример. В любых нормальных странах, у нормальных родителей рождение ребёнка это обдуманный поступок, к которому готовятся и копят деньги. Ну, собственно, об этом я и говорил ранее. И это факт. И более того, родители думают, живя в городе, или лучше ребёнку расти за городом. Поэтому очень многие родители уезжают за город для того, чтобы у ребёнка был чистый воздух, хорошие продукты и нормальное образование, чтобы он вырос нормальным, полноценным, чтобы у него было хорошее здоровье. Потому что здоровье – это залог хорошего будущего ребёнка. И если он рос, блин, простите меня, в каком-нибудь Норильске или Челябинске, то вероятность того, что ребёнок будет здоровым до конца, крайне мала. Крайне. Зато уехал сейчас в другой город, поступил в колледж и уже практически сам себя содержу. Помимо этого, разговариваю с соседями по комнате в общежитии и по-английски, а не иностранцы. Не так давно взялся за французский. Знаешь, что самое интересное, дорогой комментатор? Ты мог знать эти языки уже в три года. Уже в три года ты мог свободно говорить на двух, трёх, четырёх языках. Если бы родители заблаговременно позаботились бы об этом, тебе не пришлось бы сейчас браться за французский. Сейчас ты бы уже брался за японский, за корейский. Почему нет? За немецкий. Ты бы уже говорил заблаговременно. И в школе всего лишь просто дошлифовал бы возможность. И я согласен. После чего я комментирую, молодец. Просто у тебя нет выхода. Если родители не позаботились о том, чтобы обеспечить тебе эти знания и умения заранее, тебе приходится наверстывать упущенное. И это грустно. Это реально грустно. Но это не для того, чтобы самоутвердиться. А чем тут самоутверждаться? Тем, что ты уехал из этого города? Окей. Молодец. У тебя получилось. Вопросов нет. Как ты видишь, в моем стриме я показываю о том, что есть ребята, которым и не нужно уезжать. Чувак живет, по-моему, в Красноярске, с которым я тогда разговаривал, у которого аккумуляторы у отца. Чувак живет в Красноярске. Красноярск – это крайний север. Красноярске – минус 42, минус 45, минус 50, и 52, и 55. И он не уедет оттуда, потому что там есть бизнес, там работа. Да, там тяжелые условия жизни. Но парень там приобретет такое количество навыков, знаний и денег в свое время, и самое главное, сможет прокачивать свое увлечение, что он потом просто возьмет и не просто уедет, а переедет. Переедет окончательно, купит себе спокойно квартиру там, где ему захочется, и все будет норм. Понимаешь? Родители. И вы можете возразить, типа, камон, не всем везет с родителями. А дело-то не в везении с родителями, поймите. Дело в том, что родители должны заботиться для начала о своих детях. Детям не должно везти с родителями. Это родители должны заниматься собой. В том-то и проблема, что большинство людей не понимают этого. Они считают, что родить ребенка – это, типа, и все. А то, что перед ребенком нужно делать, никто не понимает, вообще не дает себе никакого отчета. Ну, черт подери, вы понимаете, какой низкий процент людей задумывается о том, о чем я говорил ранее. Это не для того, чтобы самоутвердиться, а показать вам, что не надо впихивать все в ребенка. Как раз-таки похоже на удобрение овощей. Я не говорю, что обо всем. Вы понимаете, что все запихать в ребенка нельзя. В ребенка можно запихать достаточно стартовый базис. У вас не хватит просто времени, чтобы запихать в ребенка все. Вы не сможете запихать в ребенка нормальные, например, базовые знания химии или физики. Ну, типа, это можно сделать, но это просто будет тороборщина. Ну, это просто будет набор каких-либо понятий, которыми ребенок не сможет апеллировать. А вот знание языка, да. Вполне, да. Собственно, и знания начальные по физике и химии тоже можно запихать в ребенка. Ну, типа, зачем? Уже ладно. Ну, вы скажете, типа, а какая верность между физикой и языками? Да, в том, что именно на языках мы общаемся между людьми. Именно при помощи языков мы разговариваем с другими людьми, обмениваемся ими информацией. На языке физики ты не сможешь говорить с другим человеком. А вот на английском, французском, итальянском, испанском, немецком и японском, да. Таким образом, хочу сказать, что у самого ребенка тоже должен быть интерес к какой-то степени. До трех лет у ребенка еще нет полноценно сформированного интереса. И еще раз повторяю, это базис. Базис. Ну, и стержень в родителях тоже все подряд не получит так. И в родителях тоже. Якобы стержень родителей, чтобы не разгулять ребенка. Поймите. Для того, чтобы родители не разбаловали ребенка, родители должны заняться самообразованием, подготовить себя к рождению ребенка, а после чего прочитать большое количество литературы о том, как воспитывать ребенка. Как не разбаловать его. Или наоборот, как его поощрить. Как сделать так, чтобы ребенок понимал, о чем ведется речь. Вы как понять не можете, это не рефлекторный уровень. Мы уже давным-давно перескочили рефлекторный уровень. Все, мы живем в социуме, взрослые люди, у которых есть языки, конституция, целая социальная система, конструкция, в которой нужно правильно лавировать. Понятно, что если вы находитесь на уровне каменного века, живете в пещере, единственное, как вы обеспечиваете себе еду, это ловите рыбу и даже не жарите ее на костре, окей, на рефлекторном уровне это все сработает. А сейчас нет. Не то время, ребята. Вы что? Надо читать и заниматься самообразованием. У нас большинство людей последний раз книгу открывали в школе лет в 11. А вы говорите, что эти люди смогут вырасти, смогут воспитать ребенка? Ой, как сомневаюсь. А умение подтирать жопу – это не умение воспитывать. Это просто умение подтирать жопу. Ребенок не должен знать и уметь все на свете, да и вообще любой взрослый человек тоже. Вы понимаете, что если вы расскажете об этой позиции в любой развитой стране, а-ля Норвегия, Швеция и Финляндия вас на смех поднимут и сочтут недалеким. То есть, еще раз повторяю, начните читать грамотную литературу по воспитанию детей, у вас пропадет необходимость задавать подобные вопросы. В нормальных, любых нормальных странах эта система работает. Все, о чем я говорю сейчас, это нормально для Норвегии, для Германии, для Швеции, для Японии, для Кореи, для Южной. Вы вообще… Я уверен, что вы не читали подобную литературу, и я, в принципе, понимаю. Поэтому я устал, в конце концов, отвечать на эти вопросы, потому что они банальны. Лично для меня уже банальны. Чтобы не разбаловать ребенка, все должно быть в меру. Я уже отвечал на этот вопрос. Хорошо, я продолжу. И что касается денег. Также нельзя слепо гнать на человека. Начнем с денег. Насчет денег. Еще раз повторяю насчет денег. Перед тем, как завести ребенка, нужно вместе родителям поработать и заработать на то, чтобы в следующие 23 года хватило денег на ребенка для того, чтобы его выучить в школе и отправить в ВУЗ, ну, либо в училище. Вы заблаговременно обязаны об этом думать. Поймите. А рождать ребенка, когда у тебя зарплата 15 тысяч, и у него зарплата 10 тысяч. Вы просто уроды. Это все, моральные уроды. Также нельзя слепо гнать на человека. Без сомнений, есть люди, которые сидят на одном рабочем месте и боятся что-то изменить, или попросту не хотят надрывать спину на заводе за 40 тысяч рублей. Я не знаю, откуда вы родом, но могу вам сказать, что 40 тысяч рублей – это просто охеренная зарплата в России. Средняя зарплата в России 20 тысяч рублей, иногда 25. Вы поймите, что в Башкирии, в Татарии, в Чувашии, в Томске, в Рязани, в Орске, в Пензе средняя зарплата 18-22 тысячи рублей. Надрывать спину на заводе за 40? Да вы охренеете! Но 40 тысяч рублей на где-нибудь, хоть кем-нибудь найти в регионах зарплату почти невозможно. И то, если вы найдете эту зарплату, вам придется туда столько денег занести, чтобы ее зарабатывать. Или вам нужно быть братом, сватом, женой, другом и так далее, любовником. Либо вам нужно быть прям в самой крайней степени няшкой, с очень большими вторичными половыми признаками и умением, собственно, оказывать определенного рода услуги, чтобы зарабатывать хотя бы такие деньги. Да, я живу в Петербурге, но я родом, например, с Ямала, где я работал, образованный человек, типа с образованием, слесарьки, и проработал за 18 тысяч рублей. И там много таких ребят, кто вообще по вахте работает за 25 тысяч рублей. Заканчивайте. 40 тысяч рублей – это очень большая зарплата. И я вас уверяю, в ближайшее время это будет охренительно огромная зарплата. А в течение ближайших несколько лет это будет капец какая огромная зарплата. Поверьте мне на слово. И такими цифрами бросаться я вам не советую. Есть люди. Так, так же нельзя слепо гнать на человека. Сейчас раскроется вопрос. У каждого свои обстоятельства, которые вы никак не можете узнать через одну камеру и микрофон. Да, собственно, задав определенный набор вопросов, я абсолютно все достаточно ясно и понятно вижу. Я задал человеку вопрос. У тебя есть счет в банке для того, чтобы вырастить ребенка? Он говорит, нет. Я говорю, а у тебя достаточно денег уходит? Он говорит, я не знаю, я не считал. Я спрашиваю, какие ты книги читал? Он говорит, я не читал. Мне уже этих вопросов достаточно для того, чтобы понять, что они выращивают ребенка. Они воспитывают. Поэтому просто говорить в камеру, так бывало, так спи, так смени работу. А в чем проблема? Типа, в чем проблема сменить работу? Типа, потому что у него есть семья. Мы возвращаемся к началу. А зачем же ты тогда ее завел, если ты не можешь ее нормально содержать? Мужчина должен думать о своем здоровье. Если его жена сидит дома и воспитывает ребенка, это капец. У нас есть и так, вон, пожалуйста, у нас огромная армия детей, которые воспитаны одними матерями. И что мы видим? Мальчики с фемининным поведением. Мы видим разрушенный институт семьи. Мы видим огромное количество оленей, готовых присмыкаться перед женщинами. Огромную армию женщин, которые не понимают, как выглядят мужчины. Они не знают, что такое мужчина. Мальчики, которые ведут себя как девочки, а девочки, которые рассматривают мальчики, как просто средство потребления. Серьезно? Мужчина должен и обязан воспитывать ребенка наравне с женщиной, а в большинстве случаев и больше. А он работает на работе. Он три месяца, его не бывает дома, и месяц один. А вы уверены, что у него в семье все в порядке? Или, может быть, давайте поднимем вопрос про то, насколько верна ему его женщина? Вы серьезно думаете, что женщина три месяца, почти четыре, будет сидеть и заниматься ребенком, будет до конца и великолепно ему верна, и во всех смыслах ей не хочется банальных потребностей рефлекторных? Серьезно? А я вот очень сильно сомневаюсь. И к чему мы приходим? То, что женщина не образована в воспитании детей, мужчина не образован в воспитании детей. Окей, ребенка воспитывает женщина. И что? При том, что денег там явно, ну ладно, окей, возможно, даже достаточно. А достаточно для чего? Они вообще понимают, что должен получить ребенок? Они понимают, куда должны эти тратиться эти деньги? Хорошая правда вопроса? Можно же легко переехать, неужели сложно накопить? То есть, человек говорит, что у него зарплата в 100 тысяч рублей. Он говорит, я получаю тоже в районе полутора тысяч долларов. У человека зарплата примерно 100 тысяч рублей. Это небольшая проблема куда-либо переехать. Я могу сказать на 100%, что снять квартиру в том же Петербурге стоит в среднем от 20 тысяч рублей двухкомнатную. Плюс оплата коммуналки. То есть, в среднем у тебя 30 тысяч в месяц будет выходить. 30 тысяч в месяц. Это вообще небольшие проблемы. В пригороде Петербурга, например, можно купить себе землю в пределах 350 тысяч. И поставить там домик за миллион. За 800 тысяч. А-ля финское строение. Это домики, которые просто тебе сначала делают фундамент. Буквально там за неделю его заливают, просушивают. После чего тебе просто ставят дом, подводят все коммуникации, которые там уже есть. И ты пользуешься домом, все, ты въезжаешь, он здоров. В пределах двух недель у тебя уже есть дом. И это все стоит полтора миллиона. Для человека, который зарабатывает 100 тысяч в месяц, взять ипотеку на год, ну или кредит на год, вообще не составляет никакого труда. Типа, о чем мы сейчас разговариваем? Или пригород Москвы. Ну ладно, умножим на два. Можно купить где-нибудь там в каких-нибудь ебенячках, где-нибудь, где очень хорошая экология. Реально за 3 миллиона можно поставить себе домик. И он говорит, я построил себе дом. Ну типа, камон, круто. Я считаю совершенно наглым, просто и неправильным. Хорошо, это ваши варианты воспитания и ваши моменты наглости. Это ваши понятия морали. Это не мои понятия морали. Я считаю, что так можно. Вы считаете, что нельзя, это ваша позиция. То, что вы считаете, мне глубоко все равно. Это ваше мнение. А мое мнение, это мое мнение. Собственно, ваш выбор считаться с ним или нет. У нас вообще нет никаких обязанностей в чат-рулетке. Это два абсолютно незнакомых друг другу человека, которые находятся у друг друга в каких-то электронных устройствах. Все. Меня вырастили в небогатой семье. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, мне бывало не могли купить, что я хотел. Да, мы не путешествовали. Именно в этом и проблема. Ваши родители не позаботились заблаговременно о том, чтобы у вас было все, что необходимо. Именно в этом, ребята, проблема. Надо заботиться об этом заблаговременно, чтобы потом не искать деньги, на которые вы должны будете купить ребенку киндер-сюрприз. Но черт подери, вы сами об этом и обо всем пишете. Да, я обижался на родителей. Да. И вы абсолютно правы. Это ваше абсолютно законное право. И это было очень глупо. Не нахожу здесь ничего глупого. Абсолютно, абсолютно оправданная, абсолютно подтвержденная, абсолютно аргументированная позиция. Эти люди родили вас в бедноте. Эти люди не смогли вам дать все, что было вам необходимо и нужно. Именно так же, как и мои родители, собственно, в свою очередь. А вот ребята, которые живут в Красноярске с аккумуляторами, могут. Они позаботились об этом заблаговременно. Но я не могу сказать, что потерял свое детство. А я, например, могу. А я, например, могу. Тем более, что оно было... Про... Да, а я могу сказать, что оно было... Запросто. Я прекрасно понимаю, что мне всегда хватало. Родители меня воспитали. Научили всему, что можно. Дарили любовь. В нужное время начали воспринимать меня как личность со своими интересами. Но давайте на чистоту. Если у них не хватило денег на то, чтобы заняться вашим грамотным и качественным воспитанием, они действительно все, что вам могут дать, это любовь. Никаких претензий. Это факт. Это единственная штука, которую на данный момент нельзя купить за деньги. Ну, типа, как бы можно, типа, с эффектом олигарха. Но я не об этом. Совершенно не об этом. И жизненными ценностями. Я согласен с этим. Безусловно. Но так же, как и все... Так же, как и любовь. Так же, как и быть личностью. И так же, как навязать вам правильные жизненные ценности. Можно было наряду с тем, что у вас было бы грамотное, качественное образование. Великолепное воспитание и все, что вам необходимо. И вы бы уже и попутешествовали, и знали бы 3-4 языка еще до 3 лет. Играли на нескольких музыкальных инструментах. Великолепно бы рисовали. И уже были бы спортивным и бесконечно подготовленным человеком. Воспитали во мне самостоятельность и упорство. Это все можно воспитывать наряду с тем, что вас будут вкладывать достаточное количество денег, чтобы вы были абсолютно качественным и грамотным ребенком. Их хорошей личностью. Толковой. И самым главным, что я считаю, что я считаю, я любил их. Да и до сих пор люблю и благодарю их за все. А это, казалось бы, простые слова отражают все тонкие моменты между родителем и ребенком. Ну, собственно, что я могу подытожить? Человек понимает, что его родили в малообеспеченной семье или даже в бедной. Хорошо. И человек на них обижался, но теперь не обижается. Ну, у нас у всех есть стадии принятия, непринятия, согласия, несогласия, агрессии. Простите, горло пересыхает. Ребенок это все, человек это все признает и понимает, что да, действительно, по факту. Но еще раз повторю. Если бы ваши родители заблаговременно позаботились бы, то они бы дали вам все, чего добиваетесь вы сейчас. Они бы дали бы это заранее. И вы бы уже и по путешествии покатались. И также вы бы умели, огромный пласт умений имели бы для себя. И самое главное, они бы также могли бы вас наделить и любовью, и правильными жизненными ценностями, и научили бы вас всему, как выживать в этом мире. Типа, и все. А так вам постоянно отказывали, не покупали вам то, что нужно, и вы далеко не дополучали все, что могли бы получить. Это все. Я не понимаю, о чем еще говорить. Вы абсолютно сами все четко, абсолютно грамотно понимаете. Я не представляю, какие еще добавить к этому аргументы. Это мой, собственно, видеоответ. Гражданин Ковалекс. К видео. Чет рулет Кобелинского. Наконец-то дневной. Присоединяйтесь. От 07.01.2019 года. Приятного просмотра. А, собственно, на этом, если вам было интересно, задавайте свои вопросы. Если у вас есть какая-то действительно важная тема, пожалуйста, присоединяйтесь. Сдавайте свои вопросы. Добавляйтесь, стучите с личку ВКонтакте. Мы свяжемся с вами по Skype. И сам все обсудим. Буквально с глазу на глаз. И это обязательно будет в формате видео, где будет слышно у вас голос и ваши аргументы. Если вы не боитесь, если вам есть что сказать, и вы уверены в своей точке зрения и позиции, пожалуйста, под каждым видео есть ссылки на мои социальные сети, где вы можете связаться со мной, и где мы с вами все это можем обсудить, обговорить, в конце концов. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также оставляйте свои комментарии, если хотите помочь проекту. Все ссылки в описании. Добра вам, удачи и успехов. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok